К сожалению, проблем с благоустройством нашего города с каждым годом меньше не становится. Это касается как территорий в центре города, так и мест в спальных окраинах. Так, например, жильцы нескольких домов по улице Интернациональной оказались практически отрезаны от остального микрорайона Конищева. Дело в том, что единственная асфальтированная дорожка, соединяющая два дома 12 и 13 с главной магистралью улицы Интернациональной, после каждого дождя сначала превращается в море, а потом в болото. Не один год я пытаюсь решить вопрос городской администрации на тему дорожки, которая ведет из нашего квартала, единственной дорожки, ведущей из нашего квартала, на дорогу, к машинам, к магазину, к остановке. То есть дорожка не ремонтируется более 10-12 лет, это точно. Это видно невооруженным взглядом. Дорожка не является единственной проблемой этого двора. На прилегающих к домам территории фактически отсутствует освещение. Фонари, конечно, есть, но их всего два, и осветить весь двор они не могут. Пройти поздно вечером по неосвещенному двору, не оступившись, практически нереально. Жильцы неоднократно обращались и в свою коммунальную компанию. И в кабинетах чиновников городской администрации города бывали по данным проблемам. Но пока все безрезультатно. Три года назад делали дорогу, про эту дорожку забыли. Сказали, значит, что сделаем где-то осенью. Не хватило у них что там, асфальта или что. И вот до сих пор мы мучаемся. И пока работники конеческого ЖЭО, который обслуживает дома по интернациональным, вместе с администрацией Рязани не могут найти средства и время для устранения насущных бытовых проблем жильцов, граждане продолжают ходить по грязи в своем дворе и спотыкаться в темноте.